Здравствуйте! В эфире новости на столице Нижней. Я Алексей Рожин. Сегодня в выпуске. Военный парад и бессмертный 20-тысячный полк. Как прошел День Победы в Нижнем Новгороде? Никто не забыт, в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошел праздник для ветеранов Великой Отечественной войны. В Русском музее фотографии представили историю страны в нескольких плакатах разных эпох. Военный парад, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, прошел накануне в Нижнем Новгороде. В торжественном марше по главной площади города прошли более полутора тысяч военнослужащих и 60 единиц техники Западного военного округа. Поразил своим масштабами и бессмертный полк, к которому присоединился около 100 тысяч человек по всей Нижнегородской области. Сюжет Евгения Деревянко. Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Несмотря на пасмурную погоду с дождем, парад Победы в Нижнем Новгороде состоялся. Главная площадь города вместила в себя максимальное количество военных – более полутора тысяч, 61 единицу техники и несколько тысяч зрителей. Военнослужащие говорят, что со всеми задачами справились, но командующий парадного расчета женского пола признается, что на каблуках и в юбках маршировать было нелегко. С задачами всеми поставленными мы справились. Трудностей сегодня нам пройти ничего не составило. Это наш был долг на сегодня. Парад очередной раз состоялся, оценен высоко как руководством Нижегородской области, так и ветеранами. Это самое главное. Ну и детишки на трибунах. Это наш задел на будущее. Своим масштабом в День Победы всех поразил и бессмертный полк. Только в Нижнем Новгороде с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, прошли в колонах 20 тысяч человек, а по всей области – около 100 тысяч. По официальным данным, за победу в Великой Отечественной войне боролись свыше 830 тысяч жителей Горьковской области. Вернулись с фронта живыми лишь половина. И Нижний Новгород вновь доказал, что никто и ничто не забыто. Евгений Деревянко, Ярослав Гунин, столица Нижняя. Для ветеранов Великой Отечественной войны Канавинского района сегодня устроили настоящий праздник. Акция «Никто не забыт» прошла в торгово-развлекательном центре «Седьмое небо». Она была организована по инициативе заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. В торгово-развлекательном центре для ветеранов устроили чаепитие, концерт и просмотр военно-патриотического фильма «Три дня до весны». Юлия Серебрякова продолжит тему. Они пытаются доказать нам, что еще живы. Спектакль с давно решенным для нас финалом. Спектакль с давно решенным финалом оказался самой кровопролитной и жестокой войной всех времен и народов. Фильм «Три дня до весны» словно машина времени переносит участников войны в прошлое. Многие ветераны вспоминают свои военные годы, а награды в бою – как раны от потерь боевых товарищей. Орден Красной Звезды. Я получил, когда шли бои, командир роты ранил, я его вытаскивал с поля боя. Вот за это и получил. Для самых дорогих и почетных людей организовали просмотр военного фильма, чаепитие и концерт. Ветераны словно молодые юноши и девушки начали танцевать вальс и даже рассказывать стихи. Иду я по Мечерскому двору, а на душе мне очень хорошо. Мечера стала мне любимым краем. Вторую родину я здесь нашел. Среди домов есть сквер победы. Там собирается народ. Мы чтим отцов и наших дедов. Мы помним 45-й год. Надо гордиться тем, что Олег Валентинович Сорокин сегодня собрал здесь у нас в Канавино, в этом седьмом небе, отметить День Победы. К этой даде, к Дню Победы шли очень долго. Участники войны, блокадники Ленинграда и другие категории в Канавинском районе не забыты. Я сегодня обратился словами большой благодарности ко всем ветеранам, ко всем работникам тыла за все то, что они сделали для людей нашего поколения. Людей, которые не знают, что такое война и имеют возможность жить счастливо. В Канавинском районе сегодня осталось всего 119 участников Великой Отечественной войны. 30 лет назад, вспоминают ветераны, их было более 20 тысяч человек. И это только в Канавинском районе. Все меньше ветеранов приходят на уроки в школы, все меньше участвуют в парадах Победы. Акция «Никто не забыт» в наше время – это не просто встреча, а возможность поблагодарить ветеранов за их невероятное жизнелюбие, несмотря на все пережитое. В мае в торговых рядах «Жар-птица» в Нижнем Новгороде представлен обновленный ассортимент товаров по социальным ценам. В специальной зоне под названием «Выгодно, вкусно, полезно» покупатели найдут продукты по низким ценам. Подробности у Екатерины Анисимовой. В мае в торговых рядах «Жар-птица» в зоне социальной торговли «Выгодно, вкусно, полезно» появились новые товары. Что за товары и по каким ценам, сейчас спросим у продавцов. В мае у нас акция «Носы российские» производства «Беларусь» – 299 рублей за килограмм. Майонез «Нижегородский» из «Добрый гост» – 29 рублей 200 грамм. Мука «Олейка» – 2 килограмма – 49 рублей. И рис «Пропаренный» весовой – 44,90 за килограмм. Социальная акция в торговых рядах «Жар-птица» позволяет экономить социально незащищенным гражданам, пенсионерам и многодетным семьям без ущерба для качества продуктов. Ну что ж, теперь вы знаете, где в мае купить самые дешевые, но от этого не менее вкусные и полезные – рис, сыр, майонез и муку. История страны в нескольких плакатах. В Русском музее фотографии представлен специальный проект «Военный и политический плакат». В экспозицию вошли такие легендарные лозунги, как «Родина, мать зовет» и «Дойдем до Берлина». Плакат был важной частью культуры советского времени. Он отражал главные мысли, надежды, страхи, вдохновлял и высмеивал. На послевоенных работах изображена гонка вооружений, устройство различных видов оружия. В то же время людей призывают к миру – спасению от ядерной катастрофы. Большая часть экспонатов впервые представлена зрителю. Что делать во время ядерного взрыва, вот как одеваться, что делать, чтобы сохранить свое обмундирование для солдат. Вот эти вот плакаты солдатские. Как правильно наматывать портянки, одевать сапоги и так далее. То есть тоже такие вот любопытные плакаты, которые, в принципе, уже тоже отходят, уходят в историю. Ядерная бомба, перечеркнутая такая. То есть люди хотят мира, посвященную миру против войны. На этом все. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до свидания.